До Нового года осталось всего три недели. В городе уже активно готовятся к празднику. В центральном парке залили лед, каток будет бесплатный, на площади Ленина будет главная новогодняя площадка, а рядом на пешеходной улице Ленина сделают ледовый бар. О подготовке к празднику и о самих торжествах поговорим с начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Анна Васильевна, в центральном парке лед уже залили. Когда каток откроют, наверняка это будет большой праздник. На самом деле только еще заливают каток, потому что, к сожалению, снега мало, то есть многие муниципальные служащие наоборот радуются, то есть не столько надо снега убирать с улиц, а для нас это наоборот проблема, потому что для того, чтобы залить хороший лед, нужен обязательно снег. Сейчас я уже ходила, проверяла, то есть, в принципе, уже мы подходим к завершению, и мы надеемся, что наши горожане тоже получат удовольствие, потому что мы первый раз заливаем каток именно такого уровня, потому что если раньше это была, ну, мягко говоря, ручная такая заливка, то сейчас мы делаем профессиональную заливку, то есть та заливка, которая была на площади Ленина, это делает наш МАУ-стадион, это профессиональные заливочные машины работают, и вот сейчас они готовят каток для наших горожан, поэтому мы вот с нетерпением ждем, когда же каток будет готов. На катке показательные выступления у нас будут и фигуристов, у нас будут показательные выступления и мастер-классы, то же самое с хоккеистами. Вот на тот же самый каток мы все-таки делаем, например, вечернюю программу более такой молодежной, то есть если днем мы подразумеваем, что у нас катаются в основном там дети, взрослые, то вечером мы хотим, чтобы действительно собиралась молодежь и такой здоровый образ жизни, когда ты можешь покататься, попить чаю с друзьями, пообщаться, то есть как бы мы немножко переформатировали само пространство вот центрального парка именно вот под эту структуру. Темнеет рано, а хватит ли света в парке для катания на льду? Хватит, мы тоже все проверяли, во-первых, вы знаете, что в этом году мы сделали ремонт в центральном парке, мы поменяли все освещение, мы убрали все провода под землю, на сегодняшний день все в световое как бы оформление, и как раз фонари соответствуют всем стандартам по освещению, поэтому никаких претензий не должно быть, но, конечно, мы еще делаем дополнительное освещение именно катка. Опыт того года, как я сказала, хотя он был немножко, так скажем, самодельным, мы экспериментировали, то он понравился горожанам, поэтому мы в этом году как раз и ушли в центральный парк, потому что нам действительно очень обидно, что у нас долгая зима, а получалось так, что мы заливали каток всего лишь на площади Ленина, и он работал, ну, максимум, получается, месяц. А потом нам приходилось вот этот прекрасный каток разбирать, раскалывать лед, и для нас это всегда было очень волнительно. А горожаны тоже приходили, спрашивали в выходные дни, а почему нам уже негде покататься? Поэтому мы хотим как раз сделать каток 15 числа, вот мы приглашаем всех на открытие в центральный парк, это будет 16.30, будет большая интерактивная программа, приходить это будет для вас, я думаю, тоже сюрприз, и после этого уже каток будет работать в режиме до 10 часов ежедневно, то есть это и диджеи у нас будут работать, и такая очень интересная будет программа ежедневная с участием и наших спортсменов, будут специальные также аниматоры, которые будут работать с детьми, и то есть будет очень много интересных активностей. На площади Ленина тоже появился лед, правда в виде блоков. Как будет выглядеть главная новогодняя площадка города? Мы в этом году немножко изменили новогоднюю площадку. Во-первых, то, что брали каток, потому что получалось так, что люди приходили или покататься, и не могли подойти к елке, потому что вокруг был каток, не могли сфотографироваться. С другой стороны, не хватало, вот мы же все равно привыкли, что уже должны быть какие-то или лабиринты, или горки, и нам не хватало на это место. Сейчас у нас освободилось место, у нас будет такой ледовый лабиринт, у нас будет горка, на которой в том числе и взрослые люди могут покататься. Основная елка у нас открывается 22-го числа, 22-го декабря, в 16.30. Тоже будет очень интересная программа, мы всех горожан приглашаем. Но если вы, наверное, заметили, что уже по городу Новосибирску стали появляться вот такие праздничные конструкции, такой вот новогодний бренд-бук уже создан для нашего Нового года. И основная концепция празднования Нового года в этом году, мы все-таки говорим о том, что на следующий год городу Новосибирску исполняется 125 лет. И поэтому мы хотели сделать такой Новый год и самооформление немножко домашним. То есть мы взяли бренд-бук 125-летия, который уже разработан и который уже применяется у нас везде, и взяли фотографии наших горожан, которые фотографировались в детстве. Вот кто-то рядом с елочкой, когда еще там лет 20-30 назад, кто-то мальчик был зайчиком со своей домашней елочкой. То есть мы собирали специально вот эти фотографии наших горожан, они присылали, и мы их делали как бы в современном дизайне. То есть мы хотели показать вот это новогоднее, ну такое вот ощущение семьи, ощущение дома, что весь город – это наш дом. И вот эти все как раз портреты, эти все фотографии – это о наших горожанах, это о нашем городе, которая история, вот она вроде бы здесь вот в старых фотографиях, но в то же время она современна. Анонсировали ледяной бар и лабиринт. Как это будет выглядеть? Ледяной бар – это на самом деле все равно была наша такая небольшая мечта, потому что, ну вы знаете, что вот самое интересное, конечно, зимой, и во многих странах это есть, это, конечно, ледяной бар, в который можно просто подъехать, выбить без алкогольного глинтвейна, и просто вот как бы потом прогуляться. То есть это место, где такое сбора. И мы обратились к малому бизнесу. Вы знаете, что на улице Ленина находится очень много ресторанов с таким предложением. И вот один из ресторанов как раз откликнулся на наше предложение и будет делать целую программу, создавать вот этот ледяной такой бар, в который будет таким вот началом как бы улицы Ленина со стороны Советской. Улицу Ленина уже перекрыли. Это продолжение летнего эксперимента. Почему на два месяца ограничили движение? Ну на самом деле потому, что на саму реконструкцию и вот создание этого городка уходит очень много времени. Это действительно очень трудоемкая процедура. И сейчас мы уже начинаем то же самое улице Ленина. Это будет и праздничное оформление. Это будет выставлено порядка десяти специальных домиков, в которых как бы наши мастера будут продавать различные, так скажем, новогодние рождественские украшения. Здесь же будет также благотворительно у нас рождественский базар проходить. Поэтому будут также такие вот арт-объекты разбросанные по улице Ленина. И мне кажется, что новосибирцам будет очень интересно посмотреть вот на такое предложение празднования Нового года. То есть когда ты с елки можешь пойти прогуляться вот по таким вот рождественскому базару. Почему решили оставить часть парковки на площади Ленина? Мы специально оставили часть парковки, потому что действительно многие, так скажем, любители автотранспорта, как бы нам говорили, что негде припарковаться, тем более рабочее время, еще до конца декабря. И мы как раз оставили это место именно для того, что многие люди, которые приезжают на работу, не искали какие-то новые парковочные места, а могли припарковаться на том же почти что месте, на котором они привыкли. Какой будет тема Ледового городка на Михайловской набережной? На Михайловской набережной тема городка – это будут русские народные сказки. И я думаю, что нашим горожанам тоже будет интересно так окунуться в руссконародные сказки, покататься и немножко, может быть, даже узнать и получить удовольствие. Это открытие состоится 30-го числа в 17 часов, поэтому мы также приглашаем всех горожан. Анна Васильевна, спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин